Друзья мои, всем большой привет! Сегодня у меня есть такой красивый букет полевых цветов. Мы нарисуем их акварелью. Итак, мне понадобятся три кисточки, это ноль и тройка. Сейчас приступим. Я, наверное, начну с люпина, намечу вот какие-то главные персонажи. Давайте возьмем вот бирюзовый с фиолетовым. Аккуратненько вот еще вот я карплаг добавила. Сделаю направление вот буквально. Он у нас такой самый толстый цветок в букете будет. И вот это, если честно, я не знаю, похоже на зверобой. Давайте зверобой будет. Такие два основных персонажа. Темно-зеленый цвет я беру. Вот он сюда идет. Остальные уже в процессе мелкий такой вьюнок. Очень красивый. Давайте, ладно, вьюнок тоже лучше сразу наметить. Как он пойдет. Зеленый цвет. Желто-зеленая краска называется. Можно немножко добавить желтого. Вот сюда. И сразу отрезками. Он такой волнистый. Я наметила, куда он пошел. Немножко он тут имеет несколько таких вот отрезков, да, которые крепятся. И наметим, пока не высохли, так быстро сохнут, вот эти красивые бутончики. Сейчас я цветочек вот убрать надо. Они у нас нежно-фиолетового такого цвета. Можно сюда немножко карминовой краски добавить. Это самые крупные вообще бутоны, которые есть в композиции. Вот водичку, да, используем по максимуму. Вот тут волны, да, но внутри немножко потемнее там. Они идут. Вот здесь белую линию я оставляю. Делаю такие бутончики. Несколько штучек, да. Вот сюда добавим бутон. И здесь несколько бутончиков небольших. Давайте тут будет такой еще нераспустившийся. А теперь приступим к рупину. У него яркие фиолетовые цветы, намного ярче. Вот здесь нежные объемка. И они почти что вот такими вот, как сказать, формы овала остренькие. Такое делаем и все. На тоненьких ножках. Вот и на холодильниках опять 25. Вот сюда. Мне кажется, чем ближе вот к основанию, тем вот эти ножки, они как бы подлиннее. И у них тут есть еще лепесток один добавляется. Распустились, да, там, где они. Можно зеленоватые ножки тоже делать. Добавить сюда. Зеленый по-мокрому я тут прям добавляю. Так, вот сюда добавляю. И рисуем вот эти лепесточки. Так. Вот фиолетовый. Почище. Сейчас возьму я такой. Продолжаем. Сюда. В разные стороны. У нас. Это вот за венком, да, виднеется тоже фиолетовое. Теперь я возьму краплак. Сверху лепестки, да, можно добавить. Они немножко другой оттенок имеют. Ну, не везде некоторые. Вот и продолжаем вот этот люпин мы доделывать. Аромат полевых цветов тут идет. Интересно. Ну, с люпином пока что, я думаю, хватит. У него тут листика. Он немножечко подсох такой, как пальмочка. Давайте возьму желтый цвет. Я смешаю с зеленым. Аккуратненько сделаем. Тут вот стебелек. Он тоже переходит все-таки больше в зеленый. И здесь крепится листик с такой пальмовидной веточкой. Буквально вот нажатием кисть я делаю вот эту вот веточку. Немножко по мокрому, да, я потемнее добавила сюда. Так, теперь. Вот. Ну, я предполагаю, что это зверовой. Очень похож. Желтые цветочки. Их много, желтых. Ну, буквально вот будем отпечатками делать форму цветочков. Вот. Таким образом. Тут очень-очень много. С этой стороны тоже. Так. И сразу поставим вот такие точечки, желтые. Немножечко ромашек. То есть такие вот ромашки у нас есть. Сделаем. Аккуратненько, зелененький, да, а тут веточку. Здесь листики, да, идут на веточке. У въюнка также надо показать вот такие вот, как листочки. Ой, у нас вообще кисточка упала и красиво получилось тут в этом месте. По форме вот он крепится. С помощью таких листиков. Вот. Вот. И точно так же бутончики, да, идут тут. Листочки. Сюда. 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 Немножко фиолетового можно добавить здесь по краям. Тут есть такой вот, как контур фиолетовый. Вот. Вот веточку продолжаем ввести. Сюда. Оп. Так. Листочки тоже тут такие остренькие достаточно. Нежные, ну, нежные, да. Такая вот униформа. Острая. Я, возможно, этот букет нарисую такой более подробный, поэтапный. И в Яндекс.Дзен опубликую пошагово. Ну, вот я сейчас на выбор. У меня два букета. Один с розами и с лавандой или же вот такой полевой. Немножко вот давайте. Фиолетовый вот прям возьмем. И вторым слоем, да, вот. Вот. Внутри там. Пройдемся. Так. А теперь тоненькой кисточкой вот эти ромашки. Давайте темно-селеную добавлю. И аккуратненько вот эти вот ножки им прорисовываем. Крепление. Они все тут один за одним. Листики отсюда уже торчат. Много очень цветочков, конечно. Здесь опять влезла в краску. Вот. Веточку с ромашкой я направлю сюда, к общему макету. И здесь на ней прям, ну, очень много мелких листочков. Никаких ножках. По двум сторонам они идут. Ну, тоненькой кисточкой можно так аккуратненько прорисовать. Здесь поострее форму к верху не имеют. Вот. У нас некоторые вас смотрят. Здесь возле цветочков, да, тоже листиков там достаточно много. То же самое и здесь вот. Вот эти веточки. Я тут достаточно быстро рисую, чтобы видео не затянулось. Вы, конечно, можете максимально медленно это прорисовывать, но эффект будет более качественный. Теперь коричневым цветом. Вот тут такие, как ворсинки внутри, да, показываем тонкой кисточкой. Это нолик я использую. Вот внутри мы делаем. Проходимся. И такие точечки, да, можно поставить. Семена там. Вот. То же самое здесь, да. Проходимся. Так, теперь где люпины, можно немножечко еще один слой сделать, да. Они делятся как бы на две части. И одна части тень, она будет потемнее. Вот так вот пройдемся вторым слоем по люпинам. Аккуратненько там идет. Сразу объемчик такой у них появляется. Единственное, не нравится этот венок. Он, конечно, безумно нежный. Но как-то вот форма немножечко надо будет сейчас показать. Какие-то направления, да, все-таки складки. Давайте с люпином сначала закончим. Коты орут под окном. Вот вверх, да. Я еще хотела зелененьким пройтись. Тут не распустившиеся бутончики, они прям зелененькие. Совсем еще вверх идут. И по бокам, да, вот нужно добавить немножко цветочков. Там, где... Давайте возьмем это у нас кобальт. Чуть-чуть ромашек добавим. Буквально такие. Вот они белые, да, белые на белом. Конечно, в основном тени. Нам нужно показать такой эффект. Больше эффект от ромашек. Так, я беру карминовый, да, и внутри тут немножко закрашу плоскостью венка. Чтобы она хоть читалась почетче. Поярче, да, тоже венок сделать. Потому что он теряется. Как бы так они с одной стороны нежные, но прям совсем теряются. И вот листочек, который я ничемно размазывала. Сейчас сделаем. Ну, я думаю, вот сюда добавлю еще такую желтую веточку. Потому что композиция немножко у меня перекосилась влево. Поэтому вот этот зверобой, ну, это, предполагаю, будет сюда еще идти. Давайте добавим желтых цветочков. Вот. Немножко надо поправлять. Постоянно бумага у меня съезжает. Пока я тут видео записываю, что хоть ты приклеивай лист к столу. Вот тут. Немного. И вот листочки, да, такие тонкие. Туда идут. Аккуратненько прорисовываем. Здесь много-много вот этих листиков, конечно. Вот здесь вот нарисуем. И коричневым цветом такие тонкие ворсинки. Здесь краска не просохла, но пока что. Вообще нужно подождать, чтобы она такая сухая была. Будет, конечно, получше. И точечки, да. Ну, можно просто там точечки добавить. Не обязательно ворсинки. Вот. Вот. Точечками. Здесь. Листик хочется немножко расстелить на две части. Вот. Здесь вот тоже так вот. Тенюшку я такую сделаю. И вот этот лист, он тоже не очень удачно у меня получился. Сейчас попробую исправить такую поострее форму, посимпатичнее сделать. Вот. Не знаю, наверное это было лишнее размажем. Букет, буквально пару контрастных полосочек сделаем и будем заканчивать. Сами смотрите где акцент хочется сделать, люпин давайте почетче, стебель вот этот все-таки сделаем. Листик здесь потемнее, да, с этой стороны, я думаю на этом все, такой замечательный летний букетик, не забывайте подписываться, до новых встреч и всем пока-пока.